Юбалер! Это кампус сеть крутых залов по доступным ценам. Это Кикс Контест, канал про кроссовки Баскетбол. И это матрас Флай Уайт, который расскажет вам сейчас про Найки Бук Уон. Взлетай! Кроссовки на тест нам предоставил проверенный магазин Баскет Про. Они поставляют оригинальные кроссовки напрямую из Европы. Все официально, на сайте даже можно ознакомиться с сертификатом соответствия. Ну и самое главное преимущество заключается в том, что... Если ты боишься потерять деньги, боишься заказывать в интернете или что-то придет не по размеру, можешь не бояться. Потому что магазин Баскет Про отправит тебе кроссовки в любой город без предоплаты, а заплатишь ты за них только когда примеришь и убедишься, что они тебе подошли. Риск отсутствует. Но если ты живешь в Москве, то можешь прийти в шоурум Баскет Про возле кампуса Шелепиха. Взять ту самую пару, которая вам пришла, в данном случае это Буки. Спокойненько их примерить. Вторые Леброны, свои в которых вы пришли снять. Первые Буки надеть и понять, как они вам по размеру подходят или нет. Если не подходят, просто оставить их здесь. А если подходят, прямо сюда же идти в зал и разматывать по Лиге АБЛ или просто. Так что залетайте. Ну и специально для наших баллеров действует гарантированная скидка 3000 рублей на любые кроссовки по промокоду на экране. Первые Буки имеют классическую язычковую систему. Надевать их на ногу очень просто. По размеру идут прямо четко впритык. Лишнего пространства там нет. Так что если у тебя размер варьируется на разных парах, к примеру, от 10 до 10,5, то лучше взять который побольше. Внутри набивки очень много и в задней части и на язычке прям толстый слой. В этом плане стопа находится как под одеялком. Но вот материал корпуса совсем грубый и не особо-то податливый. Из-за чего поначалу есть скованность в движениях и кроссовки требуют разбивки. А вот что касается вентиляции, то тут даже наши специальные приборы не нужны, чтобы понять, что она здесь напрочь отсутствует. Нога в кроссовках сильно преет, а толстые слои набивки впитывают влагу. И во-первых, они делают их тяжелее, а во-вторых, они дольше потом сохнут, что иногда не успевают высохнуть к следующей тренировке. За амортизацию в первых букерах отвечает пена Кушлон 2.0 и баллон Зум Эйр в пятке. Снаружи пена такая же шершавая, как и на лайфстайл кедах и доверие, конечно, она не внушает. Но на самом деле она более-менее мягкая, нагрузку гасит. Я в них много полетал. Во-первых, на мастер-классе в Березняках, в конце мы с Мерславом данк-шоу устроили. Потом еще на звездах 1 на 1 целый данк-контест отпрыгал на покрытии 3 на 3. Ну и в итоге амортизация в пяточной части отлично работает в коллабе с баллоном. В носке, если повыше прыгнуть, чутка не хватает, но для разыгрывающих в целом достаточно. При том, что чувство корта здесь то, что надо. Только 3 дня после выхода этого обзора в нашем магазине на Wildberries будет грандиозная сезонная распродажа с большими скидками на всю продукцию бренда Кикс Контест. Так что успеваю рвать последние размеры по приятным ценам. Ссылка на магазин в описании. Рисунок протектора супер классическая елочка без всяких там подвыподвертов. Выполненная на материале Icy Soul. Скрипят сколько угодно, хоть музыку наскрипывай. У меня, кстати, есть такой трек на супмикс-тейпе. Доступно на всех площадках. Ну а кроссовки не просто скрипят, а еще и цепляются везде, где я играл. На разных паркетах и на покрытии 3 на 3. Материалы в буках нельзя назвать функциональными, но можно назвать премиальными. Носовая часть сделана из эко-кожи, с ушей из текстурированной кожи, воротник под перфорированную замшу сделан. Собрано все качественно, прикольно, что здесь именно прошиты многие элементы, как на форсах. Вес кроссовок в размере 12 US состоял 421 грамм, что является довольно низким весом в сравнении с остальными моделями. Фиксация в носовой части поначалу, казалось бы, есть, и при затягивании кроссовки плотно облегают стопу. Но как только ты начинаешь бегать, эко-кожа размягчается и уже не так плотно фиксирует. А так как никаких сдерживающих бортиков из пены или TPU здесь нет, стопа начинает гулять по сторонам и съезжать при перегрузках. С пяткой тоже не все в порядке. Стакан есть и он плотный, но вот по бокам он не фиксирует, из-за чего пятка съезжает в сторону при сильных перегрузах. У меня так было при напрыжках на две ноги. Что касается устойчивости, то да, здесь есть боковой аутриггер, плюс подошва сама по себе плоская по всему периметру, благодаря чему кроссовки очень устойчивы. Плюс буки хорошо сопротивляются скручиванию. Ровно 80 баллов набирают первый букер от бренда Nike. Очередная модель в сезоне с таким показателем. Если смотреть только на финальную оценку, то можно сказать, мол, твердая четверка. Но это не совсем корректно. Вот, например, Таланты твердая четверка, потому что все параметры твердая четверка. А вот у буков есть провалы, причем в наиболее важных для игры параметрах, таких как безопасность. В целом кроссовки подойдут исключительно координированным разыгрывающим и крайним игрокам, которые больше пуляют три и не лезут под кольцо. Но я лично оставлю их себе, потому что выглядят они круто, классика, ретро, отлично мэтчатся с носками Кикс Контест. И я буду гонять в них на лайфстайл, чтобы у меня всегда была возможность ворваться, поиграть на ближайший корт, когда я захочу получить свою порцию баскетбола. У нас есть магазин на Wildberries, и там только три дня с момента публикации этого обзора. Тотальная распродажа на всю продукцию, так что обязательно залетай. Только три дня. Ссылочка в описании. Ну а с вами были Кикс Контест, Леха Матрас Флай Уайт. Наш телеграм-бот, который подберет тебе кроссовки под твои параметры. Всем пиз, кушайте супчик. Бам!